Какое сегодня число-то? 24. А 25? Вот я знал, что будет какой-то подвох. Как ни странно, сегодня 25 сентября, пятница. Пятница – замечательный день для самых начинаний. Может показаться, что понедельник – самый замечательный день для начинания, но нет. Для начинаний специальный день есть в неделю – это пятница. Потому что в пятницу можно поснимать, в пятницу все довольные и счастливые. Не то, что в понедельник хмурые и недовольные. Погода, как правило, в пятницу лучше, чем в понедельник. Замечено и отмечено. Не только мной. И в субботу и воскресенье можно пойти что-то поснимать. Довольных людей, мероприятия, соревнования, забеги, заплывы, гонки, розыгрыши, праздники, корпоративы. Нам обещают опять вторую волну коронавируса. Надеемся, что этого не случится. И вакцина есть на данный момент. И люди активно прививаются. Хотя активно прививаются, конечно, они от гриппа. Вакцина все равно стоит денег. И в первую очередь достается людям бесплатно. Это работникам медицинским, МЧСникам, военным и так далее. Нам-то придется ее купить и сделать себе укол. Стоит это порядка, по-моему, 13 тысяч. В аптеках я, правда, этого еще не видел. Но говорят, что купить можно. Надо попробовать. Цифровизация идет семимильными шагами. Темп очень высокий. Взят и правительством. И, собственно говоря, это все идет большими темпами. Исключительно благодаря правительству. Без изменений в верхах. Цифровизация снизу невозможна. И толку такие мероприятия никакие не дают. То есть, как только государство и высшее руководство берет курс на цифровизацию, то, собственно говоря, все остальные структуры, все остальные сферы жизни вынуждены переходить на цифровой формат. Цифровой формат дает очень много преимуществ. Во-первых, он экономит время. На транспорт не так много тратится. Коммуникации строятся очень эффективно уже по средствам существующих коммуникаций. Через интернет, видеосвязь, цифровая связь. Телефона просто, как мы понимаем, недостаточно. То есть, сейчас по телефону можно осуществлять видеозвонки, идентифицировать себя. Можно получать цифровые сертификаты, что равноценно цифровой подписи и цифровому паспорту. И подавать документы, и общаться, и удостоверять свою личность при общении, используя этот код заведанный, который выдается. Если честно, я сталкивался с этим, и мне выдали код, который через год мне сказали, что ваш сертификат подошел, ваша цифровая подпись неактуальна, ее надо обновлять. И опять предложили мне заплатить 7 тысяч, хотя смысла в этом я не вижу. Если говорить о паспорте, который меняется там раз во много лет, то цифровую подпись менять каждый год вообще не вижу никаких оснований, потому что твой код не изменится за это время. Какой в этом смысл? Непонятно. Лишний повод взять с вас денег в центре сертификации. Ну, как таковой паспорт, конечно, я не брал, надо попробовать. Может быть, это все бесплатно и дешево в каких-то госструктурах. Ну, вот цифровую подпись для предприятия делают на небольшой срок, на год. Потом, конечно, нужно продлевать. И мало того, что нужно продлевать, так еще программный продукт, который как-то там ее поддерживает и сопровождает, он меняется, его тоже нужно переустанавливать. А предыдущий продукт не хочет удаляться с компьютера и, короче, ставит в тупик. Опять требуются какие-то специалисты, которые будут чистить ваш риестер, чистить там программы, которые не нужны и которые мешают этой установке. И, короче говоря, непродуманная история. Попробуем рассказать. История со Сбербанком. Сбербанк сделал ребрендинг, и теперь он у нас Сбер. Либо это отдельное направление, которое рассчитано на молодежь и на такую вот субкультуру молодежную, либо это изменение формата всего Сбербанка. Ну, трудно в этом разобраться. Грев, как всегда, косноязычен. И, боюсь, что за этими внешними изменениями спрятаны еще какие-то существенные изменения, структурные в первую очередь. Второе мероприятие Сбербанк, на мой взгляд, уничтожил, наконец-таки, конкурента. Это, значит, независимый цифровой банк Тинькофф, сервис которого, конечно, спорный, и, скажем так, личность руководителя тоже такая спорная, а не с Грефом друг другу подстать, на мой взгляд. Но только служит, скажем так, разным структурам. Ну, тем не менее, выжил сильнейший, и Сбербанк поглотил. Делает это, ну, уничтожает, фактически, банк Тинькофф. Делает он руками компании Яндекс. Понятно, что за этой всей сделкой стоит исключительно Сбербанк. Он главный заинтересант. В открытую уничтожать банк Тинькофф или покупать его даже, это, сами понимаете, невыгодно, неинтересно. Имеет политический и большой политический резонанс, и резонанс в обществе такой мощный может иметь. Итак, негатива с Грефом у нас выше крыши. Теперь у нас, значит, уничтожение конкурента банка Тинькофф. Это будет именно уничтожение, потому что Яндекс, несмотря на то, что имеет опыт в цифровых технологиях и опыт в банковском деле, это Яндекс.Деньги, Яндекс.Касса и много различных платежных сервисов, но, тем не менее, это не банкиры. И, скорее всего, проект Тинькофф разделит судьбу всех проектов Тинькоффа. А, собственно говоря, они все закрылись. То есть эти все проекты держались исключительно на харизме, на связях, на маркетинге, который продвигал лично Тинькофф. Не будет Тинькоффа, ни один проект без Тинькоффа не получался выжить. Потому что, мне кажется, это очень много маркетинга, мало каких-то прибыльных историй. Не знаю, как там связано с капитализацией. Трудно оценить активы этого банка, которые вот сами видели там. Что там покупать за эти деньги, непонятно. А, скорее всего, перегрето. И вот смотреть на все эти истории с поднятием курса цены акций Яндекса, ну, это смешно. На самом деле, в сложившейся ситуации деньги надо покупать акции Сбербанка, потому что именно ситуация со Сбербанком улучшается, а не ситуация Яндекса улучшается. Загадочная реакция. Но, опять же, это маркетинг. Опять же, нам и группе товарищей с деньгами внушили, что вот должна быть такая реакция, должна быть капитализация, нужно покупать акции. Все ринулись их покупать. Ну, понятно, эта волна схлынет. Сколько продлится рост этих акций, непонятно. Ну, посмотрим. Я думаю, этот рост будет краткосрочным. Но самое главное в таких историях – это купиться и вовремя слиться. Хотя, может быть, слив как раз-таки уже идет крупными компаниями, и они как раз-таки пиарят эту тему, что вы покупаете акции, здесь это так выгодно, и так все замечательно произойдет. Я думаю, что уже идет слив, и вот такая вот обратная инверсионная реакция. Увеличивается цена на эти ценные бумаги, но это пустышка, это пузырь. Активов у банка нет, офисов нет, ничего нет. Если Яндекс еще можно приехать, посмотреть на, там, я не знаю, парк культуры метро, и этот огромный комплекс, и где они там расположены, и еще во многих местах, то у Кинькоу вообще ничего нет. Это абсолютно химерная история, это абсолютно цифровая история, это абсолютно в виртуальном пространстве существующий какой-то сервис. Ну, в таком случае, наверное, выгоднее было бы в биткоины, в криптовалюты какие-то вкладывать деньги на этом фоне. Ну, понятно, что с банком Тинькофф уже история вся закончилась. Не будет больше отечественного банка в таком формате, независимого. И понятно, что Сбербанк опять поглотил, удочерил, или еще как-то там очередной банк. То есть, эта новость может расцениваться только так. Произошло это, скорее всего, на фоне проблем со здоровьем у Тинькоффа, у владельца банка. И он уже не может быть харизматичным, генерировать новые идеи, на которых, собственно говоря, все его сервисы всегда держались. Это исключительно маркетинговая компания, никаких уникальных каких-то вещей, я не знаю, там цеплялся сервис ОКО, еще что-то. Ну, мне кажется, это все благополучно, как и все остальные проекты, просто сойдут на нет. Погода у нас сегодня замечательная, солнечная, никаких дождей. Возможно, будет немного ветра. Ну, удачных... Удачного завершения рабочей недели. Всем! Субтитры создавал DimaTorzok